привет мои дорогие сегодня я хочу показать вам как я пеку киевский торт он обалденный он очень вкусный и я просто просто очень 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 прошу вас приготовьте его хотя бы раз своей жизни вы поймете насколько это легко делать итак ребятки нам понадобится это у нас ингредиенты для коржей для коржей у нас будет два коржа диаметром 21 22 сантиметра значит для сухой части нам понадобится 10 грамм крахмала 120 грамм сахара и 50 грамм муки и конечно же у меня здесь орехи они вот видите так мелко порублены ножом чтобы решки чувствовались в тортике значит для начала мы смешаем сахар мука 10 грамм крахмала сюда же высыпаем все наши орешки хорошенько перемешать это все мы будем добавлять взбитые белки для торта нам понадобится 300 грамм орехов здесь у меня кешью миндаль и фундук обжариваю их на сухой сковородке регулярно помешивая чтобы не подгорели на небольшом огне и так орешки обжарены сильно ребята их не не зажаривайте теперь нам нужно чтобы они полностью остыли также я обжарила 150 грамм лепестков миндаля это для украшения торта для белковой массы нам нужно 6 белков белки будем отделять нужно аккуратно чтобы ребята у нас не попал желток ни в коем случае в белок и так я отделила белок от желтков отправляем его их в комбайн белки у меня стояли сутки то есть яйца ребята стояли у меня сутки на столе при комнатной температуре также я добавлю сюда чайную ложечку ванильного сахара можно добавить просто ванилин и итак я оставлю ребятки взбивать так сначала взбиваем на небольших оборотах то есть я сейчас поставлю на двоечку вот так вот а потом уже добавлю немножко больше мощности а теперь можно добавлять мощность на шестерочку и вот у нас уже взбилась хорошая пена такая уже видите стойкая я начинаю по чуть-чуть всыпать туда сахар буду всыпать сахар при заходе прошла минута еще досыпаем сахар ну и высыпаю остаток каждую минуту сахар визуально разделите на три части и каждую минуту досыпайте сахар отправила весь туда взбиваю еще пять минут до полного растворения сахара ребята я взбиваю на пятерочке вот у меня 1700 мощность комбайна взбиваю я на пятерке смотрите какая у нас плотная масса получилась она такая и должна быть взбивалась у меня после того как я засыпала сахар еще пять минут но в целом взбивалась где-то минут восемь и так будем сюда всыпать все наши сухие ингредиенты и так теперь нашу вот эту вот белковую массу мы будем добавлять наше все сухое вот видите ребята вот это которое мы зараньше приготовили орехи мука крахмал я сразу все не буду добавлять сейчас немножко перемешаю и добавлю еще остаток и вот так вот такими вот движениями вверх вниз мы это все дело смешиваем перемешиваем нам нужно перемешать хорошо все до однородной такой консистенции добавляем еще и и так я перемешала наши сухие ингредиенты с белком смотрите какая белоснежная масса получилось она глянцевая блестящая теперь мы выложим ее формы так у меня нет две одинаковые формы я буду использовать одну такую силиконовую форму 21 с половиной сантиметра в диаметре и вот у меня 22 сантиметра в диаметре я буду выкладывать вот сюда буду выкладывать произвольно просто постараюсь сделать ровный круг вот и сюда так само сделаю то есть равномерно сейчас распределяем наше так скажем тесто на две равные части так ложки я положила для того чтобы придавить силиконовый коврик вот видите бортики он у меня большой длинный я его подвернула вот для того чтобы он был ровный ребята не топорщился итак я буду распределять таким образом ложку туда ложку туда и я надеюсь что у меня будет одинаковое количество чтобы у меня все ровненько были равномерные коржи и так я выложила сюда ровненько смотрите вот получилось у меня вот так вот и вот форму силиконовую теперь я отправляю я буду их одновременно печь я отправляю в духовку значит духовка у меня уже разогрета она у меня уже греется 20 минут на 120 градусов значит режим у меня вот такой ребята я выставляю вот видите вверх-вниз без конвекции вот просто вверх-вниз вот на 100 сейчас стоит на 100 градусов но сейчас немножко добавлю так вот вот 120 градусов ставим и отправляем сушиться ориентировочно на два два с половиной часа два часа засекаем духовку открывать ни в коем случае нельзя потом будем уже смотреть ориентироваться на запах 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 должен быть карамельно-ореховый вот это вот уже признак того что у нас уже практически готовы коржи ребята у меня духовка электрическая у кого газовая духовка я не знаю наверно ставьте градусов на 100 не больше чтобы это именно она у вас сушилась а не жарилась чтобы у вас не дай бог оно все не сгорело и так дорогие мои смотрите хочу показать вам как вынять вот такой вот корж смотрите какой он он тверденький до полного остывания у меня стояло стояли эти ну как бы в духовке эта форма стояла я не вынимала ее горячую я приоткрыла немножко дверцу чтобы выходила влага и до полного остывания мои коржи стояли в духовке значит этот корж у меня немного растекся потому что не было формы ребята я надеюсь вам слышно что он тверденький хороший получился но он немного растекся с этой стороны я его положила чтобы он немножко у меня подсох здесь он очень твердый по бокам а вот в середине есть такое еще как немножко мягкое так он у меня лежит подсыхает теперь я хочу показать вам как вынимать силиконовой формы аккуратненько надо ребята сначала вот так вот форму но мне надо еще одну купить конечно видите тут у меня потолще будет корж потому что здесь у меня растекся придется обрезать второй аккуратненько вот так вот как бы сделать сдираем ребята вот так вот видите липнет здесь вот сироп сахара на челк но это нормально оно так и должно быть в киевском торте вот вот такой получился корж с этой стороны он вообще идеальный вот а с этой стороны конечно еще вот есть влага я оставляю минимум на 8-10 часов полежать его вот так вот на столе при комнатной температуре просто чтобы он у нас немного высох потом я ну я вообще просто обрежу вот этот корж я обрежу сделаю по размеру такого же и покажу вам сборку торта итак мы делаем крем для крема нам понадобится 300 грамм масла масло берите качественное минимум 82,5 83 процента жирности по крайней мере я такое брала вот и сгущенка сгущенка у меня обычная не вареная итак я буду делать все это дело миксером приступим масло разбиваем до бела масло должно быть у нас комнатной температуры и оно должно быть со сгущенкой одинаковой температуры ребята потому что если у нас будет масло допустим теплое а сгущенка будет холодная крем расслоится это очень важный момент и как бы смотрите чтобы у вас с одной температуры были все ингредиенты когда вы делаете масляный крем растираем до бела немножко плотноватое масло но ничего страшного крем должен наш посветлеть масло у нас посветлело оно немножко увеличилось в объеме стало вот таким вот видите как пышным эластичным и пышным вот в этот момент я по чуть-чуть уже начинаю добавлять сгущенное молоко где-то по столовой ложке вот приблизительно добавила сбила добавила сбила сгущенка у меня повторюсь не вареная и начинаем это все дело взбивать по чуть-чуть по чуть-чуть вводим сгущенку в масло резко не надо ребята потому что оно будет ну будет сейчас в разные стороны стрелять если вы целую банку вылейте у вас масло будет оно более плотнее чем сгущенка нам нужно это делать все постепенно вот так вот взбили немножко добавили сгущеночки вообще на киевский торт идет классический крем шарлот это в принципе варится такой сироп делается молоко яйца как на заварной крем основа такая варится а потом взбивается это тоже большим количеством масла ну вот этот крем который я сейчас делаю для этого торта он нам нравится намного больше хотя вообще по классике идет крем шарлот вот так вот по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть вводим сгущеночку следим чтобы наш крем не расслоился для этого повторюсь должны быть продукты одинаковой температуры вот видите вот такой получается у нас крем вот такой крем получается он очень вкусный ну сгущенка с маслом очень вкусный он стабильный получился такой видите плотный вот он не спадает не падает отличный крем сейчас мы будем переслаивать тортик наш итак начинаем сборку торта я немножко вот так вот сделаю масло чуть-чуть чтоб у меня мой торт не плавал я ребята всегда так делаю немножко крема на низ вот видите плотный корж у нас плотный так прижимать не надо побольше крема так как у нас прослойка всего лишь одна крема сделаем побольше дальше немного надо ставить чтоб сверху его еще нам намазать сейчас я возьму длинный нож итак сейчас я вот так вот ножом сделаю чтобы все было ровненько чтоб крема везде было слой был один такой равномерный и вот второй наш слой я тоже немножечко сюда добавлю крема чтобы он заполнил все пустоты вот так вот растягиваем где есть пустота где есть поры крем заполнит все и отправляем сверху вот так вот 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 немного он у меня конечно треснул сверху отсюда кусочек ребятки ну он очень такой знаете хрустяшка хрустяшка прямо ну и все покрываем торт сверху кремом у меня осталось немного крема это для украшения сверху торта я взяла полторы ложки какао какао хорошее такое очень качественное чтобы оно у вас было действительно насыщенный шоколадный вкус и взбиваю это у нас пойдет на украшение тортика итак вот такой шоколадный крем у нас получился это для украшения торта сверху сейчас мы это все дело украсим ребятки немножко поднимем вот так вот чтобы вам было все хорошо видно это будет украшено верх и бока торта я ножом растягиваю немного боялась перебить крем когда добавила какао есть у меня небольшие включение белого крема ребята ну боялась что крем расслоится какая-то это это что а вот ребятки тортик готов принципе его надо на час где-то поставить в холодильник на час на два чтобы масло немножко застыло и можно подавать его уже к чаю я обязательно покажу вам его в разрезе как он выглядит так ребятки прошло 4 часа тортик наш уже остыл я думаю крем застыл уже можно принципе его кушать сейчас мы с вами разрежем посмотрим какой у нас получился в середине как он режется ну режется хорошо хорошо смотрите ребятки какой в разрезе ну выглядит аппетитно очень красиво сейчас мы с вами его попробуем как он получился по вкусу ребята насколько вкусный просто супер я вам честно скажу попробуйте хотя бы раз сделайте у вас будет для сравнения магазинный торт с домашним вы просто поймете в чем разница сами насколько вкусно вообще просто супер крема достаточно украшение считаю ну для любителей розочек делайте розочки с маслом ну крема предостаточно вообще вкус супер ребятки такой тортик мы сегодня сделали вот делается он конечно очень легко и просто но просто единственное что надо чтобы коржи выдержку дать чтобы они по постояли у вас немножко на столе и подсохли а так принципе ничего вообще сложного нету в этом так что я вам советую сделать этот рецепт повторить не ну я думаю вы будете полном восторге и сделайте его не один раз еще для своей семьи порадуйте своих близких вот но ребятки что всем всего хорошего до нового видео подписывайтесь на канал ставьте пальчик вверх и всем всего хорошего до новых встреч пока ребята а